Хороший сон, хороший глубокий сон и бодрое и комфортное пробуждение по утрам. Если говорить о самогипнозе, медитациях, то это наиболее действенный, интересный и простой метод, который позволяет достаточно легко управлять стрессом, быстро расслабляться, отдыхать, останавливать свои силы и нормализовать в том числе свой сон. Наверняка у многих возникают такие ситуации, что разные напряженные рабочие дни, самые сложные различные моменты, куча-куча самых разных дел по дому, приходится еще родственники, близкие, любимые. Все это, работа, дом, самые разные невзгоды требуют очень много сил, энергии. А где их взять, если часто бывает так, что еще и не высыпаешься. Наверняка здесь присутствующих есть такие люди, у которых возникают сложности. Допустим, поздно ложитесь спать, никак не вовремя не можете лечь спать. Или, к примеру, даже вовремя ложитесь спать, не можете заснуть. И даже если и вовремя ложитесь, там бывает, что есть такие, кто все равно утром очень тяжело просыпается и чувствует себя усталым и разбитым. И вот, пожалуйста, у кого случаются такие вот сложности со сном, связанные с трудностями засыпаниями, с трудностями пробуждениями по утрам, пожалуйста, поставьте плюсик в чат, чтобы я знал, насколько лучше даже прокомментируйте. Конечно, есть самые разные причины, почему человек может не высыпаться, не до конца восстанавливать силы, именно почему он может долго засыпать или часто просыпаться, и вот без чего качество сна может страдать. Есть множество причин. Но вот мне интересует, у кого эти причины. У нас точно такие актуальные, наверняка, такие есть. Ну, и если есть какие-то конкретные примеры, запросы, то можете даже так же написать. Угу, есть, да. Ну, пожалуйста, поделитесь, как вы думаете, из-за каких причин чаще всего происходит вот именно то, о чем мы говорили. То есть, когда не высыпаешься, да, мало сна по времени, там, ну, кто-то так, ну, такое бывает объективно с одной стороны, да, хотя можно даже небольшого количества сна. Ну, кто-то ночью просыпается, подолго не может заснуть. Ага. Просыпаетесь от мысли, вот пишет Светлана, да. Да, есть такое. У кого еще какие сложности, с чего, с чем это может быть связано, как это выражается, тоже напишите. Ну, пока пишите, я все-таки перечислю основные. И, как ни странно, вот основной такой вот, можно сказать, пять или четыре наиболее многим мыслями мешают уснуть. Вот это вам пишут. Обычно наиболее такие распространены причины, почему у человека страдает сон, почему он полностью не высыпается, не восстанавливается. Их несколько. Ну, бывает, на первом месте, конечно, находится стресс, там различные тревожные мысли, переживания, из-за которых человек не может уснуть, там подолго ворочается, часто просыпается и так далее. Не удается вовремя лечь спать, пишет Тамара. Совершенно верно. И вы знаете, первое место с тревогами, со стрессом, с переживаемыми плохими мыслями делит интернет и телевизор. Особенно у молодежи такое бывает. Главная причина, почему никак не удается лечь вовремя спать. Это там, не знаю, всякие соцсети, всякие там другие интересные моменты, у кого как, там телевизор. И вот человек, ну вот еще пять минут, еще пять минут, и в итоге проходит там полчаса, час, и уже, о, а времени-то уже сколько. И пока я сделал первое, второе, третье, уже и так вот изо дня в день может повторяться, и не удается лечь вовремя спать. Из-за этого хронически не высыпаемся. Бывают такие люди. Ну вот, кстати, знаете, один из таких интересных моментов, несомненно, многие из вас об этом слышали, что на качество того, как мы отдыхаем, высыпаемся, наш сон, влияет не только продолжительность сна. Иногда бывает, спишь долго, а как-то от этого легче-то не становится. И огромную роль играет именно то время, во сколько мы можем, как ни странно, спать. Вот есть, очень важно, отмечают многие исследователи, что ложиться, важно спать именно там до 12, до 11, чтобы организм успевал качественно компенсироваться, вырабатывать все необходимые, вот, такие называемые, гормоны, да, для, которые обеспечивают глубокое, хорошее восстановление и отдых. Поэтому огромное, конечно, значение играет не только во сколько мы там, ну, сколько мы там спим, но и во сколько мы ложимся и просыпаемся, поднимаемся в конечном счете. Конечно, есть разные причины. Интернет, телевидение, телевизор, да, стрессы, переживания. У кого-то даже и банально, там, не знаю, шумные соседи, которые не дают спать, мешают спать. Бывают и просто какие-то проблемы со здоровьем. Когда у человека, ну, объективно что-то болит, то бывает и не спится, вот, в этом состоянии, да. И, как правило, если говорить о, как с этим можно справиться, вот мы как раз этот инструмент сегодня и разберем, попробуем. Можно просто вот эту запись, которую мы сделаем, регулярно включать, прослушивать для того, чтобы нормализовать свой сон, там, вернуть хорошее самочувствие, настроение и так далее. Вот мы как раз предлагаем вам сегодня, не разбираясь глубоко в самых разных, там, копаясь деталях, медитацию, которая позволит улучшить сон, сделать его глубже, крепче, ну и так далее. Ну, кто-то пишет, работы много, да, из этого вовремя дается лечь спать. Совершенно верно. Ну, кстати, еще одна из таких интересных причин, почему, вроде как, человек спит по многу, даже более-менее как-то ложится более-менее вовремя, а не высыпается. Сейчас вот достаточно много активно рекламируют самые разные, там, снотворные, успокоительные, и, кстати, даже сильные снотворные. И не все, но многие снотворные, как ни странно, угнетают быструю фазу сна. Ну, допустим, барбитурат, ну, конечно, там свободно не распространяются. И получается так, что человек, вроде, спит по многу, но не высыпается, потому что они угнетают быструю фазу сна, человек снов не видит, а быстрая фаза сна очень важна именно для хорошего, глубокого, качественного отдыха и восстановления. Вот именно по этой причине. Бывает даже, наоборот, когда человек отменяет всякие препараты, то там начинаются бурные ночные яркие сновидения, иногда даже кошмарные. Поэтому на медитации, которая у нас будет сегодня, мы предлагаем, во-первых, расслабиться, то есть, чтобы наше тело слегка расслабилось, это позволяет легче, быстрее засыпать. Если мы очень напряжены, в том числе и физически, бывает, конечно, сложно быстро расслабиться и заснуть. Бывает так, что мысли не мешают, не уходят. Мысли, которые мы приносим с работы домой, вот они в голове крутятся, крутятся какие-то стрессы, хлопоты, переживания. Мы поработаем с этим в нашей медитации. Будут установки на то, что все негативные мысли, переживания уходят, отдаляются. Будут установки непосредственно на то, чтобы мы старались, могли, ложились спать за планированное время. То есть, да, будут установки на то, что сон глубокий, крепкий. Будут установки на хорошее, бодрое побуждение по утрам. Глава будет ясная, свежая, будем внушать такие. Ну и еще один из немаловажных факторов. Часто бывает так, что люди не могут уснуть из-за каких-либо постоянно отвлекающих сторонних факторов. там, не знаю, соседи, будильник, там, не знаю, чей-то телевизор за стенкой, ну и так далее. Мы проработаем с этими основными пунктами, что позволит нам, ну, достаточно быстро, и вы это можете проверить уже прямо сегодня. Некоторые даже после таких медитаций прямо в прямом эфире засыпают. Некоторых мы не можем потом добудиться. Мы с этими основными блоками, частями проработаем, проработаем именно сегодня. Поэтому, если нет никаких вопросов, я предлагаю сегодня, не тратя зря время, сразу же приступить к подготовке и к нашей вот такой работе, к нашему погружению. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Я постараюсь на них очень кратко и быстро ответить. Если вопрос у нас отсутствует, то непосредственно можем уже прямо сейчас подготавливаться к этому замечательному погружению. Примерно у нас будет минут 30, может быть, даже 40 минут, ну, от 20 до 40 в этом интервале. Поработаем, немножечко расслабимся, отдохнем и настроимся на хороший сон и глубокое пробуждение, бодрое пробуждение по утрам. Ну что ж, и так, есть ли вопросы? Ну что ж, хорошо. Тогда, на диск, да, эту медитацию можно будет скачать, но она в Ютубе будет, там, из Ютуба это скачивается, легко и просто. Кто не сможет скачать, напишите, я объясню и расскажу, как там просто можно две буковки «С» добавить, там, допустим, вот «youtube.com» название там дальше ролика, просто перед, именно перед Ютубом, перед буковкой «Ют» две «С» вставляем «ss» «youtube.com», ну, когда уже открыли. И нажимаем на «Enter» и все скачивается. Ну что ж, и так, тогда я попрошу вас сейчас сделать наши подготовительные действия. Ну, те, кто ранее у нас уже были на медитациях, знают, что, как и зачем делать. Те, кто не были, я повторю. Ну, и для тех, кто, кстати, и повторно тоже очень полезно. Что вам необходимо сейчас сделать? Ну, перво-наперво, нужно создать себе более-менее комфортную обстановку. То есть, выключить, там, телефоны, там, скайпы, там, различные звуковые уведомления, которые могут быть у вас на виде различных программ, приложений, открытых. В общем, все лишнее. Выключить, закрыть, убрать. Это первое. Выключить, там, если какая-то музыка рядом, все это убрать, можно даже приглушить или выключить свет в комнате, в которой вы находитесь. Закрыть, там, дверь, попросить родственников, чтобы вам не мешали, не отвлекали вас. Не тормошили, не будили ни в коем случае, пока вы не завершите работу. И, если есть наушники, то лучше надеть наушники. И сесть максимально удобно. То есть, лучше всего сесть на кресло, на стул, либо на диване, чтобы ваша спина хотя бы частично облокачивалась. Можно просто лечь на пол. И в некоторых случаях это даже удобнее, интереснее, комфортнее. Самое главное, чтобы ваши руки, ноги были вдоль тела. Не перекрещиваясь. Потому что, если нога на ногу там положена, то через некоторое время ваша нога затекает, и вам становится неудобно, и хочется поменять положение. Тем самым вы сами себе мешаете и выходите из этого самого состояния. Состояние у нас сегодня погружение будет неглубокое. Ну, так проще, там так комфортнее для всех. И мы будем использовать сегодня технику. Это, с моей точки зрения, наиболее простая, действительная техника, техника Тукаева, через поднятие и пускание руки. Ну, что ж. Итак, если вы вот все, о чем я просил, сделали, убрали сторонние шумы, раздражители, превышали свет, сели либо там на стул, либо на диван, либо легли на пол, выключили все отвлекающие, всевозможно отвлекающие факторы. Если вы подготовились, могу дать еще минутку, нажмите, пожалуйста, в чате плюсик. Я просто плюсики посчитаю и увижу, что, ага, вот все готовы, или почти все готовы. И мы идем дальше. Итак, вот уже первый плюсик, второй плюсик. Готовимся. Четыре уже. Отлично. Пять. И так. Необходимо, главное сейчас, позаботиться о себе, чтобы вы могли спокойно, комфортно, без движений, находиться в одном положении, как минимум, как минимум минут 20, а может быть даже и все 40. Итак, вот 11 человек, вторая половина. Давайте присоединяемся, ждем вас. Ну, тоже 12 человек готовы, готовились к нашей работе. Итак, вот мы сегодня прямо погрузимся в небо глубокое состояние, отдохнем, расслабимся и получим остановки на хороший сон. Собственно, уже прямо завтра вы можете и послушать все это, так сказать, оценить, как и что произошло, насколько это повлияло на ваш сон, самочувствие и на пробуждение по утрам. Ну что ж, так, и остальные тоже ждем еще чуть-чуть. Как только будете готовы, просто поставьте в чате плюсик, либо любой другой такой знак, чтобы мы знали, что все готовы, все готовы, мы можем приступать. Ну, давайте, вот уже половина точная, еще у нас сколько, 10 человек остается. Вот так. Давайте настраиваемся и по мере готовности просто поставьте плюсик, и мы будем начинать погружаться. Ну что ж, вот уже 14 человек. Думаю, основные, кто уже хотел, успевал, все готовы. Если кто-то еще, то пускай проявится. Ну, пока другие еще готовятся, мы можем уже сесть еще поудобнее на стуле, либо на кресле, либо на диване, где вы находитесь, может быть, лежите на полу или там на кушетке, на диване, кому как удобно. Хорошо. Почти все готовы. И вот необходимо сесть максимально удобно, закрыть глаза. Прямо закрываем глаза. И вот хотя бы полминутки, прежде чем куда-то там погружаться или проваливаться, посвятите время себе. Вот сначала. Сядьте максимально удобно, руки, ноги вдоль тела. И закрытыми глазами внимательно послушайте свое тело. Прямо вот руки, ноги, голову, туловище, каждую клеточку вашего тела. Мысленно пройдитесь. Подслушайте свое дыхание. Прямо вдох и выдох. Вдох, вдох и выдох. Внимательно послушайте свое дыхание. Если удастся, можете даже ощутить биение своего сердца. Почувствуйте руки, ноги. Если где-то что-то некомфортное, какие-то складки на одежде, что-то мешает или несимметрично легли, либо сели, то можно аккуратненько поменять положение тела, сесть поудобнее. И вот сидим с закрытыми глазами и прислушиваемся к своему дыханию. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И дыхание ровное, спокойное. Ровное, спокойное. Дышим ровно и спокойно. Дыхание ровное, спокойное, размеренное. Дыхание ровное, спокойное, размеренное. Дышим ровно и спокойно. И первый шаг, который я прошу вас сделать, прежде чем погрузимся еще глубже, послушайте мне еще некоторое время, прежде чем погружаться дальше. Вот необходимо закрытыми глазами сделать некоторые шаги, подумать о своей цели, некоторые фразы нужно будет повторять, прислушиваться к своему голосу, и по мере готовности, когда я скажу, может быть у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но это вы сами регулируете. Вам необходимо будет плавно поднять свою руку, и затем она медленно должна пойти вниз. Вот сейчас прислушивайтесь к дыханию. Первый шаг, что я попрошу сделать, немножечко подумайте, помечтайте, или постаминайте, когда это у вас было. Подумайте о хорошем сне, о хорошем, бодром, приятном пробуждении по утрам. Наверняка, хотя бы раз в жизни, у вас были такие дни, или день, моменты, когда вы насыпали быстро, легко, комфортно, сон был глубоким, крепким, оздоравливающим. Когда вы по утрам просыпались, чувствуете себя свежими, бодрыми, отдохнувшими, полными сил и энергии. Вы, пожалуйста, подумайте, вспоминайте об этих ситуациях, найдите их, как и некоторый пример для себя. Это очень важно, потому что свой внутренний пример для каждого человека уникален, он свой. И иногда мало просто дать какие-то внушения, установки на тему, что ваш сон глубокий, крепкий. Важно еще и наличие воли, желания, намерения, хотя бы на самых первых этапах. Вот у каждого конкретно взятого человека. И немножечко первый шаг. Подумайте о своей цели. Можно вспомнить, можно подумать, можно помечтать, повоображать. Подумайте. о тех днях, моментах, когда вы легко засыпали, сон был глубокий, крепкий, и когда вы просыпались днем, более бодрыми, свежими. Конечно, в разумных пределах. Не нужно вспоминать совсем детство, что-нибудь можно и из прошлого, но не настолько далекого прошлого. Не надо вспоминать какое-нибудь раннее детство, а какой-нибудь уже такой опыт, когда вы находились в зрелом, зоосном состоянии. Вот именно этот пример полезно очень вспомнить. Подумайте. Помечтать, можно представить, можно просто подумать, может быть даже, что-то про себя проговорить. У всех это по-своему. Подумайте об этих состояниях, об этих эпизодах, днях, когда вот легко и просто засыпали, спали глубоко, крепко и пробуждались свежими, бодрыми, отдохнувшими. Подумайте об этих моментах, деталях того времени, тех событий. Подумайте некоторое время. необходимо подумать просто, чтобы сосредоточить свое внимание на своих целях, на процессах, на внутренних задачах. Подумайте некоторое время. Вы представляете. А затем начните повторять при себе какую-нибудь фразу. Например, «Я хочу войти в состояние, сон глубокий, крепкий». Или «Я хочу войти в состояние, утром пробуждаюсь бодрым, отдохнувшим». Или, может быть, просто в общем. Сон глубокий, крепкий, ночной. Пробуждаюсь свежим, бодрым, отдохнувшим. Глава ясная, свеженность, не приподнятая. Отлично. Как будто бы. Подумайте о своей цели. Помечтайте о ней, порассуждайте, поспоминайте. Это первый шок. А второй шок. Начните повторять для себя очень простую фразу. Я хочу войти в состояние. Я хочу достичь своих целей. Вместо слова цели можно повторять фразу. Свои намерения, там, лупшить сон, я хочу лупшить сон. И вот в такой формулировке. И одновременно стараемся, можем удерживать образ вашей цели. И повторяем фразу. Я хочу войти в состояние. Я хочу лучше в свой сон или там пробуждение. Или в целом я хочу достичь своих целей. Отдыхай. Глубже входим в состояние. отдыхай. Глубже входим в состояние. Отдыхай. И все внимание только на ваших целях и задачах. Отдыхай. И слушаем эту фразу. Поставляем мысль область. Повторяем фразу. Слушаем эту фразу. И четвертый шаг. Можно плавно поднять руку или хотя бы один палец. Если вы чувствуете, что уже процесс начался, расслабляетесь, неохота даже поднимать руку, то достаточно просто поднять палец. И позволить своему телу. Тело, сосредоточившись на своих целях, задачах, намеренно плавно начать погружаться все глубже и глубже. Глубже и глубже. с каждым вдохом и вжито. С каждым вдохом и вжито. Погружаемся все глубже и глубже вместе с тем, как идет вниз ваша рука или палец. Словно сами сами. Здесь главное не торопиться, но не опаздывай. И у кого-то этот процесс занимает несколько секунд. А у кого-то этот процесс может занимать и десятки минут. Просто позвольте свои руки очень медленно плавно пойти вниз. И мы будем глубже входить в состояние. Глубже входить в состояние. отдыхаем. И все внимание только на ваших целях и задачах. И через некоторое время вы может быть уже опустили или опустите руку. И с каждым вдохом вы можете приятно и спокойно погружаться все глубже и глубже и глубже и глубже приятное комфортное состояние. Приятное комфортное состояние. все внимание только на ваших целей. Все внимание только на ваших целей. И все невзгоды тревоги переживания. Все невзгоды тревоги переживания. Все что ранее мешало воспринимается более ровно спокойно. Все то негативное возможно тревожные мысли навязчивые мысли переживания переживания. Все это уходит, покидает вас, уходит, покидает вас. для этого просто можете сделать более глубокий вдох и выдох. Выдох нить. Все эти тягости, усталости, переживания из себя. Раз и навсегда. Раз и навсегда. И сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Позволим себе очень медленно и плавно начать все больше и больше расслабляться. И с каждым вдохом и выдохом погружаться все глубже и глубже и глубже 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 и глубже и это хорошо и это хорошо. дышим дышим ровно и спокойно отдыхать 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 все то что имело место в воспоминаниях и переживаниях и воспоминаниях и переживаниях все это уходит покидает покидает уходит покидает вас раз и навсегда раз и навсегда дыхание дыхание ровно спокойно ровно спокойно ровно спокойно все негативно уходит уходит покидает на все что ранее раздражало мешало качество глубокому хорошему на все это реагируем более ровно спокойно ровно спокойно и дыхание ровно и спокойно ровно и спокойно все что ранее могу повести из равновесия или как то напрягало или раздражало все что могло мешать вашему сну стараемся можем реагировать на это более ровно спокойно ровно спокойно поэтому вечером уважаясь спать расслабляетесь засыпает быстро легко быстро легко быстро быстро сон глубокий сон глубокий крепкий все необходимые процессы сами собой могут сниться реализовываться восемь каждый раз ложась спать запускаются мощные процессы направлены на оздоровление укрепление отдыхаем глубже входим в состояние отдыхаем все больше и больше расслабляемся отдыхаем дыхание ровно спокойно ровно спокойно отдыхаем расслабляемся отдыхаем расслабляемся И ночной сон глубокий, крепкий, а по утрам пробуждаетесь свежими, бодрыми, отдохнувшими, свежими, бодрыми, отдохнувшими. Голова ясная сила, свежая, тело бодрое, отдохнувшими, пробуждаетесь свежими, бодрыми, отдохнувшими, полными сил и энергией, полными сил и энергией, отдыхайте, глубокий, входим в состояние, по пробуждению чувствуем себя свежими, бодрыми, с утра, отдохнувшими. Все необходимые процессы сами собой запускаются во сне. Отдыхаем. Глубже входим в состояние. Отдыхаем в сон. Глубже входим в состояние. Отдыхаем. Отдыхание ровное, спокойное. Вечерний сон, ночной сон, глубокий, крепкий. Насыщенный. Ну ты не работай, сна. Все необходимые процессы. Оздоровление. Сами собой. Запускается во сне. Отдыхаем. Глубже входим в состояние. Отдыхаем. Отдыхание ровное, спокойное. Отдыхаем. И по утрам пробуждаетесь свежим, бодрыми, отдохнувшим. Отдыхаем. Послушаем свое дыхание. Глубже входим в состояние. Глубже входим в состояние. Глубже входим в состояние. Отдыхаем. Дыхание ровное, спокойное. Отдыхаем. По утрам пробуждаетесь свежим, бодрыми, отдохнувшим. Отдыхаем. Немножечко поработаем с телом. Можем почувствовать приятную тяжесть и тепло. Расслабление. Приятную тяжесть и тепло. Расслабление. В руках, в ногах. Там, где это место. В руках, в ногах. Там, где это место. Глубже входим в состояние. А ваше тело приятно, глубоко. Отдыхаем. Расслабляемся. Отдыхаем. Расслабляемся. Дыхание ровное, спокойное. Дыхание ровное, спокойное. Отдыхаем, расслабляемся. Каждая клеточка вашего тела приятно, глубоко. Отдыхаем. Наполняется силой и энергией. Силой и энергией. Отдыхаем. Глубже входим в состояние. Отдыхаем. И чувствуем тепло или тяжесть. В руках, в ногах. Тепло и тяжесть могут приходить не сразу. И у кого-то не сразу. У кого-то чуть позже. Отдыхание ровное, спокойное. Отдыхаем. Отдыхаем. Глубже входим в состояние. Отдыхаем. Приятный покой и воздух. Во всем теле. Отдыхаем. Можем почувствовать свое дыхание. Приятные ощущения. В руках, ногах. Оливьение вашего сердца. Отдыхаем. Немножечко еще можем побыть в этом состоянии. Немножечко еще можем побыть в этом состоянии. Набираться все больше сил и энергии. Сил и энергии. И по возвращению. По мере завершения внутренних процессов. Можем плавно поднять свою руку. Левую. Левую. Правую. Левую. Левую. Правую. Сделать более глубокий вдох. И выдох. Вдох. И выдох. И по возвращению. Будем более свежими, бодрыми, отдохнувшими. Плавно поднимем руку. Переход будет завершен. Но все позитивные программы. Но уверенность. На комфортное состояние самочувственности. Сами с собой вступают вместе. Отдыхай. Отдыхай. Немножечко побудем еще в этом состоянии. У кого-то на это и будет некоторое время. У кого-то побольше. У кого-то поменьше. И затем померяйте завершение внутренней работы. Можете плавно поднять руку. Сделать более глубокий вдох. И выдох. Потянуться, потянуться немножечко. И переход будет завершен. И по мере завершения можете просто в чате писать плюсик. Я буду видеть, что плавник завершен. Хотя еще есть время. И вы можете побыть в этом состоянии. Наедине с собой. Почувствовать внимательно свое тело. Дыхание. Может быть даже ход мыслей. И сегодня у нас такое короткое, неглубокое. Но очень полезное погружение. И если тот самый терапевтический контакт у нас получился. То мы можем уже в ближайшее время. Уже прямо завтра. Оценить этот результат. Эффект. Ощущение. И то как спалось. Как засыпалось. Ну и как пробуждалось. Хорошо. И так я вижу. Можно задавать вопросы. Ссылки пока нет у Иванов. Мы в рассылке эту ссылку вставляем. Потому что здесь только когда мы загрузим эту запись. Запись вот она сейчас и записывается. Ну и в рассылке отправимся. Побыстрее напишите нам. Если в нашей рассылке напишите нам. Ссылочку чуть пораньше пришлем. И так. Хорошо. Завершаем. И вот такая у нас хорошая спокойная медитация. Позволяющая слегка расслабиться. И отдохнуть. Да, Иван, если вы напишите нам на почту. Своя почта. Соответственно, с его подписки есть. Но вышли чуть пораньше. Хотя и так, в принципе, в понедельник, вторник запись вышла. Вот. И у нас сначала сконвертировать. Загрузить. Потом ссылка, соответственно, будет. Ну что ж. Хорошо. Хорошо. Так что пишите, если что. Давайте поделимся. Как самочувствие. Как состояние. Как настроение. Что происходило. В ходе погружения. Пожалуйста. Напишите. Если есть какие-то вопросы. Тоже напишите. Ну, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Хорошо. Вот тут еще возвращается. Потихонечку. Плавненько. Отлично все. Ну что ж. Замечательно, когда все отлично. Так. Вот тут у меня написал вопрос, к сожалению. Вот. Ирина Коваленко. Я его не могу почему-то прочитать. Напишите его в общем чате. Тогда я отвечу. Почему-то не могу открыть. Ну что ж. Хорошо. Так. Если есть вопросы. Спасибо.